Сделем шумный вагон, здесь перенанесло, что некомфортно, душно, нет зарядки. Вот, а все для чего? На августе остается есть место для следующей съемки. Смотрите, как прекрасно. Выходишь, и тебя встречает интим хаос. Сейчас я вам приближу. Оп-оп-оп, интим хаос. Надо им было назвать как-то дом интима, мне кажется, потому что интим хаос. Ну, хаос, это же когда все, типа, хаотично, да, плохо. Так себе название, короче, надо им меня было выбрать на должность этого, кто нейминг, короче, делает. Ну, Ксюха, рассказывай. Какой план? Поесть. Не, я имею в виду, ты что будешь фоткать? Ну, я буду фоткать локацию. Не, а. Ниггеры. Я говорю, а ты здесь, вот в этом... Алексей Михайлович, вот почему я называю Михайловский. Короче, вот в этом, рядом с этим домом, ты хочешь кого-то пофоткать или что? Да, хочу сделать съемку для Мейзон-Калдоскопа. Мейзон, это еврейское, что-то наше? Мейзон, это французское. Мейзон, это дом по-французски. И что будет? А что это, одежда или что это? Да, это вот эти кардиганчики и платочки. У них просто платочки, юбочки. А не придется согласовывать с администрацией съемку? Слушай, я думаю, при территории ничего тут не... Ну, ты же, как обычно, экшен наведешь. У вас тут будут фаер-шоу, там, медведи. Кстати, может, арендуем медведя на съемку? Типа, еще надо включить. А-а-а, достижение, достижение. Цель подвижности достигнута. Все, я заморожен, и больше никуда не пойду. Ну что, мы типа пойдем вокруг, и ты посмотришь какие-то ракурсы? Да. И еще сходим до Коломенского. Ну, красиво, смотри. Вон там, допустим, поставить кого-нибудь на крыльцо. Вот в таком ключе мы ищем, или что? А, я понял, откуда Юра взял идею канатикам проложить дачу. Ну, прям, даже здесь ракурс хороший. Ну да. Слушай, а в таком же стиле Измайловский Кремль? Да. Мне кажется, там тоже можно. Считай того, что он календарь. Ну да. Детали. Здрасте. Смотрите, какие приветливые люди. Очень приятно. Не то, что в музее Пушкина. О, икра черная. Красная. Это такой более смотрит, торжественный, а это такой с полясткой. Да. Мне нравится. Ну, мы пойдем туда, на улицу, наверное, да? Блин, мне нравится, что эти всякие классные явства. Прямо на улице стоят. По-моему, очень прикольно сделано. Душевное место. Одобряю. Не заснял вам удобства, так сказать, царские. В общем, там красивые двери с надписями М, Ж и рядом офис с таким твердым знаком. Красиво, нормально. Но внутрь, когда заходишь, там мигают лампы, все такое пластиковое, ну, типа современное, в дешевом таком стиле. И у писсуара, короче, ты стоишь, и плечами можно от одной стены до другой отталкиваться. Зато нам принесли уже чаеку, водичку. Ну, положительные, в целом, впечатления. Ты даже не успела руки помыть, как тебе все приготовили. Приколись. Греча с потрошками. Ужас. Что, погнали? А тебе принесут сейчас пледик, в примере она обещала. Вон, ухажите, сейчас принесу. Что принесет? Пледик. Сейчас, сошью. А что ты развиваешься? Да, я не знаю, сошью. Чего? Нет, сошью. Да, я не знаю, там уже утрейка. Ааа. Спасибо, Ксюха, за компанию, за этим, надеюсь, вкусным обедом, но он прямо будет прекрасным, потому что ты рядом со мной. Спасибо, что гоняешься со мной на моей проекте, это интересно. Ну, ешь на проценте. Поскольку на Руси вилок не было, как я считаю, я буду кашу есть тоже ложкой. Пока, кроме того, что Ксюхе принесли холодную уху, все неплохо. Будешь пробовать мою волшебную гречневую кашу с потрошками? Спасибо. Да как же так? О, продается чаек, короче, в литровом чайнике. Выпить сложно, не отцепляется даже, поэтому можно попросить стаканчики, их, кстати, дают на халяву. Можно себе собрать походный чай с собой, вот, в целом заведение нормалек, кроме того, что хлеб пятидневной давности и гречневые блинчики, да, так всегда. Но остальное зато вкусное. Мне в основном дорого. А то есть блинчики, три блинчика было дороже, чем уха. Типа уха 400, все злее, блинчик 500. Ну, в целом, нормально. Что, погнали в хоромы? О, Ксюха, тут есть еще одна едальня. Да, но раньше не было. Вот что это за подстава, а там что? Ну, раньше не было, я не знаю. Красиво выглядит, мне нравится. Слушай, не знаю, реально не знаю, раньше не было. Да, не подготовилась. Ну, в принципе, мы, наверное, от метро, аж как шли, увидели, что еда ест, сразу типа, гоу, гоу, гоу. Так, ее раньше не было здесь, я была в той шляпке, а раньше ее куда-то ешь. Марфа. Марфа. А вдруг здесь круто? Хотя у них стулья какие-то дурацкие. Ну, это бы, я думала, современная русская. А, бургерная. Смотри, там внутрь, можно сказать. Это бургерная. А, бургерная. Ну, нет, нам надо было поесть гречи с потрошками. Мне нравится здесь красиво. Ну, ладно, пошли по дворику, пройдем. Сейчас чаеку допьем, потом зайдем и там описываем. Все. Можно электронно купить. А, здесь вход точно такой же. Очень красивая. Потому что Ксюха очень красивая. О, блин, дом, круто, пошли туда. Подожди, я не понимаю, а тут типа еще один вход, что ли? Мы его не видели? О, смотри, там беременная невеста. Это полная. Или просто очень полная, что тоже возможно. Концертный зал есть еще. Слушай, ну тут очень угарно. Юра, наверное, ходит здесь и представляет, что это его дача. Такое. Ммм, туи не хватает, конечно. Очень как-то пусто и соседи все видят. Некомфортно. Погнали. Ксюха хочет... Сейчас покажи мне просто чаек. Вот сюда. Вот, вот сюда. Вот, вот там девчонка сейчас. Мне кажется, вот там красиво, посмотри. Вон, вот там. Там лестница подсвечивается, прикольно. Сколько бабы? Какую бабу? Девушку с немного лишним весом. Если бы она была худая, я тоже скатала бы бабы. Чай. Прикольно, да? Веду Ксюху в свою опочивальню, так сказать. Вот. А что, обедом накормил, можно и утехом придаться, и отдыху королевскому. Царскому? А, царскому. Царскому, да. Пусть. Очень много табличек, а так... Огонь! Смотри, это древние сноуборды. Корона. Я не трогаю, не трогаю. Я просто показываю. Хе-ро-у-дим. Хе-ро-у-дим. Это имя. Я же ничего не трогаю. Тихо, тихо. Смотровая. Можно сразу подняться. Ой, я про что и говорил. На смотровую. Ну так подойдите, проверьте. Давайте билетики. Отрывать, наверное, надо их. Хорошо. Там двоярца открыты, пожалуйста, приходите. Блин, что-то головой не треснулся. Ого. Я предупреждал. Да, мне кажется, хреново. Если здесь прям фотка своя, то классно. Ну там только дом торчит. Какое? Вот там жилой дом торчит. Ого. Господи. Солянка. Выходит. Не понял. А как туда попасть? Зацени, какой тут фончик клевый. Да. И даже, типа, на колокольчик, он будет спокойно подняться. Ну, можно тропаться. А уже нет. Сюда нельзя. Ну вот. Здесь прям прикольнее. Вот. Смотри. Там такая текстура. Тут можно вокруг обходить. Да? Вот это круто. Ну, да. Вся, мне кажется, у тебя есть пола. Соли полы, туда надо быть подняться. Ну, да. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 голос мечети там же у них рупор и там раз жили в этом отеле там было слышно короче вот эти штуки это было жесть конечно это мне кажется завораживает когда весь город становится чуть-чуть тише чтобы все помолились пугов крутые гробницы все никак не двинем в сторону дома для обходными путями чтобы посетить все церкви несколько написано вход по билетам прикольно тут худой человек может влезть пока он телочка можно прям сфоткать давай лезь от пыли такая штучка запихнуть мариану в дупло ничего не знаю я хочу засунуть тебя в дупло это какой-то микро-микро то что Ксю сказала что радуга очень четкая она прям смотри какой насыщенный цвет что это трудельник это прага стайл там дырка что-ли они протекают в ту сторону ну чё давай кусай или как по отламывать надо кусать 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 какой то влага все толща это пашка а надо угу да да да